Это была нацифицированная часть общества, которая в социологии выделялась. Это порядка 10-15% в среднем. Где-то больше, где-то меньше. По Украине. Но этому меньшинству всегда все сходило с рук. Пытались его придавить. Вот это было Украина без куч. Мы как раз начало нулевых, когда там посадили их даже немножко. Но потом политические элиты увидели, что этих радикалов очень удобно использовать. В том числе для зарабатывания политических баллов. Чего далеко ходить? Я сам несколько раз, в начале нулевых, в Киев после оранжевой революции превратился в большой рынок митинговой активности. Звонишь кому-то и говоришь, что есть у тебя 100 человек. Да, есть из них 10 буйных. Отлично, все, значит, вот тебе макет этих плакатов, деньги скинул. Все, завтра у тебя по адресу 100 человек, из которых 10 буйных. Этот бизнес разросся, говорю, после Майдана. Он был не только политический. Он был в том числе связанный с застройками. Ну там, какого-нибудь пропикетировать, еще что-то сделать. И маргиналы со всей Украины, не только с Украины. Потому что реально можно было на этой митинговой активности очень неплохо заработать, ничего не делая. И Киев на протяжении, вот я говорю, где-то с 4-го, ну года уже к 8-му, он уже превратился в просто торговую площадку. Где за сколько там, на полторы тысячи человек митингов? Давай на полторы. Пропикетировать там, еще что-то, еще что-то. Чьи флаги поднимать не важно. Вообще не имеет никакого значения. И вот тогда украинские националисты, это я наблюдал, они очень тесно смешались с очень мелким криминалитетом. То, что потом назвали тетушками. Это же фамилия был такой, там, Вадим Тетушка, это реальный житель Белой Церкви, ну, Киевской области. А зачем работать, если ты можешь на митинге вот это вот, покричать, поорать, заработать те же деньги, а делать ничего не надо. И это постоянный спрос. Все, и вот так вот за пять лет в Киеве образовалось, ну, уже было там, вот я так вспомню, было групп 20 было, которые работали постоянно, у которых было, ну, по сотне, по две всегда людей. И еще было где-то сотня, ну, то, что называется, свободных контрагентов. Ну, к ним тоже можно было обратиться, ну, там, у этих боксеры, у этих, там, попроще, там, у этих бабушки какие-нибудь, бабушки тоже очень нужны. И у них все были прайсы. То есть, когда я тогда работал, вот, в середине нулевых, я, у меня был, ну, список людей, с которыми надо что-то, кстати, даже посольство США один раз мы пикетировали. Но тут я впервые столкнулся с тем, что те же националисты, например, посольство США не хотят пикетировать. То есть, около восьми... А за 2,0 тариф? Нет, вот там не надо, этого не надо. И потом я это понял, что уже к Евромайдану 2014 года этот бизнес уже был не просто сетевым, то есть, он был распространен в Киеве. У него уже появились серьезные бенефициары, потому что олигархия поняла, что это отличный инструмент для того, чтобы многих шантажировать. И тогда олигархия сделала самое серьезное преступление, она в эту тему еще интегрировала футбольных фанатов, как самых отмороженных представителей вот этого как бы радикального меньшинства. И вот эти футбольные фанаты, это и была та пехота, которая сделала вот это самое страшное преступление, которым я считаю 2 мая, потому что после 2 мая дороги назад уже не было. Это то, что начало гражданскую войну. Если Евромайдан, это все-таки был серьезный конфликт, но после которого могло бы быть какое-то подобие замерения через какой-нибудь электральный цикл, там прошли, как с Ющенко было. Вот он победил, но потом через выборы как-то все забылось. А 2 мая это был точкой невозврата, потому что это формула моя, я до нее дошел, всем рекомендую пользоваться. Когда национализм становится нацизмом. Когда человек в голове, сначала в голове, проходит шаг к убийству того, кого он ненавидит. Это очень сложный шаг, потому что у нас же есть заповеди, уголовный кодекс, убийство это одно из самых сложных через себя перейти. И вот национализм, он тебя учит ненавидеть, а нацизм говорит тебе убей. И вот этот шаг пройти в себе должен каждый человек, чтобы стать настоящим нацистом. А вот интеллигенция, она как раз, ну и плюс медиа, ну вся инфраструктура, влияние, то что называется, она направлена на то, чтобы убедить человека, чтобы он сделал этот шаг. То есть ничего страшного, убить русского, убить орка. Делается это идеологически, у меня тоже есть цитата, и я считаю, что вот этот вот феномен униадства, греко-католическая, то есть униадская церковь, это один из ключевых операторов вот этой вот черно-белой картины мира. Вот там даже есть такой вуз, он во Львове находится, Украинский католический университет. Это, собственно, с моей точки зрения является, наверное, главным по производству именно вот этой вот черно-белой идеологии, потому что последнее, что я вижу, происходит, они хотят превратить это еще и в религиозную войну. Запрет православной церкви, который был на днях, обыски в Верховной Раде, то есть все готовится к тому, чтобы это самую страшную стадию. Это самая страшная.